Наруто! Ты посмел! Ты взбесил меня, Наруто! Он еще может собрать биджурамы даже без чакры? У тебя все еще осталось столько сил? Ничего себе, ты меня поражаешь. И все же, прости. Это... шесть путей! Наруто! Ты... Будь осторожен. Я все сделал правильно, в общем. Так что ты побудь здесь какое-то время. Наруто! У тебя получилось! Да. Мам, что ты? Теперь я наконец-то могу присоединиться к Минату. Но прежде чем я у... Прежде чем уйти, я должна кое-что тебе сказать. По поводу того, что случилось 16 лет назад, когда ты родился. Я расскажу тебе правду об этом. Нет. А день, когда напал Девятихвостый? Начинаю с того дня, что для тебя джинчурики Девятихвостого была... Я. Ты? Мама, ты была джинчурики Девятихвостого? Да. Меня привели в Каноху из разрушенной деревни скрытого водоворота. Чтобы я стала сосудом. Девятихвостый. Так-так, подожди минуту! Они привезли тебя из другой деревни? И что ты имеешь ввиду, говоря, стать сосудом? Жители моей деревни преуспели в создании джинцу печатей. К тому же они тесно общались с народом Канохи. У меня была особенно сильная чакра, даже для представителя моей деревни. Она могла удерживать Девятихвостого. Так, вот почему тебя выбрали стать сосудом для Девятихвостого. Да. Что? Что с ними стряслось? Они забыли, что ты тоже человек! Меня привели в деревню Каноху, не рассказав правду. Поэтому я тоже сильно удивилась, когда все узнал. Тяжкое время быть джинчурики. Одиночество. Я чуть не умерла от ожиданий всех. Но, в то трудное время моя предшественница, леди Митто Узумаки, сказала мне, что, возможно, я пришла, чтобы стать сосудом, как она, но для начала нужно было бы наполнить себя любовью. Наполнить себя любовью. После этого, даже будучи джинчурики Девятихвостого, мы могли бы счастливы. Значит, мам, ты была джинчурики, но была счастлива? Да. О, Наруто. Не нужно плакать. Подожди, что такое? Отец говорил, когда Девятихвостый напал на деревню Каноха. Это было из-за парня в маске из-за Кацуки. Почему же у тебя не было Девятихвостого, мам? Полагаю, ты ведь отпустил некоторые детали. Ну да, Минато не проводил с тобой достаточно много времени. Действительно, за нападение Девятихвостого 16 лет назад стоял человек в маске. А прямо до этого случая Девятихвостый был запечатан во мне. Что же случилось? Тот человек в маске. Не знаю как, но он узнал. Узнал что? О том, когда печать джинчурики ослабевает. Он использовался этим и украл Девятихвостого у меня. Когда печать ослабевает? И когда это происходит? Во время родов. Девят в течение девяти месяцев, когда женщина джинчурики становится беременной и рожает, энергия, которая обычно питает печать, уходит на развитие ребенка. И печать хвостатого зверя может пропорционально ослабнуть. Это было 10 октября. 16 лет назад. По приказу третьего Хакаги я должна была рожать на расстоянии от деревни внутри барьера. Это делалось на тот случай, если во время родов печать сломается, и здесь хвост вырвется на свободу. Мината собрался в присутствии в природах и приветовался в предупреждении, что своим чередом. Хотя все это касалось рождения ребенка, было совершенно секретно. В таком случае я пойду вперед. Ты справишься, правда? Если начнутся схватки, попроси кого-нибудь помочь, ладно? Я тоже приду на помощь, как только смогу. Ладно, ладно, я все поняла. Мината, перестань вести себя со мной, как будто я маленькая. Нет, я не это имел в виду, я просто... Ты всегда будешь чрезмерно заботиться обо мне, да? Не волнуйся, я в порядке. Так что иди и подготовь уже все. Слушай, мы скоро станем родителями. Если мы будем паниковать по каждому поводу, Наруто посмеется над нами. Да, пожалуй. Мы не можем выглядеть слабыми перед Наруто. Точно? Хорошо. Тогда я пошел вперед, увидимся внутри барьера. Да уж. Пожалуй, я могу понять легкую панику, которая вызывает эта ситуация. Но... Еще немного, и мы сможем встретить тебя. Иди куда там, Канухи, и встретись с людьми. Ладно. Ну, спасибо всем, что... Ладно, лучше вложить все свои силы. Такой день я точно никогда не забуду. Ура! Всем спасибо, что смотрели меня. На этом заканчивается серия. Спасибо. Подписывайтесь, лайкайте, комментируйте. Буду рад вашим комментариям и подпискам. Всем удачи! Встретимся в следующих частях. Смотрите предыдущие, чтобы знать, что было. Пока! Пока! Пока!